Здравствуйте! Это библейский портал exeget.ru. Курс лекций. Введение в Священное Писание Нового Завета. Тема лекции. Скептические методы изучения Библии. В прошлый раз мы говорили об основном методе, который используется в Православной Церкви для толкования Священного Писания, о историко-филологическом методе. Однако, начиная с XVII века, на Западе, в нецерковной и даже антицерковной среде возникают такие методы толкования Священного Писания, которые призваны представить альтернативную точку зрения по отношению к церковной. И мы с вами сегодня разберем из них два основных, наиболее до сих пор популярных и тех, которые до сих пор на слуху. Первый – это так называемый историко-критический метод или в старой нашей дореволюционно-академической формулировке – отрицательная библейская критика. А второй – поиск исторического Иисуса. Итак, историко-критический метод толкования Священного Писания. Когда мы обсуждали с вами принципы и методы, то мы сказали, что не только важен метод как последовательность действий, как некий алгоритм, руководствуясь которым мы работаем с библейским текстом, но важны еще и принципы библейского толкования, те априорные предпосылки, которые мы принимаем без доказательств. Наша исходная мировоззренческая система. И мы перечисляли православные принципы толкования Священного Писания. Так вот то, что касается историко-критического метода. Алгоритмический, как метод, он в высшей степени напоминает историко-филологический метод, наш церковный и православный. Его отличие заключается прежде всего в априорных предпосылках, которыми руководствуется подобный исследователь. Историко-критический метод – название двоякое. Мы сегодня будем говорить именно о методе. Но постепенно, наряду с этим методом, исследователи на Западе совершали различные открытия, давали огромное количество новых сведений в области филологии, истории и археологии. И вот этот вот массив сведений, массив работ, массив толкований тоже иногда называют в целом историко-критическим методом. Поэтому мы сегодня будем говорить о историко-критическом методе в узком смысле этого слова. Восходит корнями он к XVII веку. Отцами данного метода или отцами библейской критики иногда называют двух по-своему выдающихся людей. Первый – это Томас Гоббс, а второй – Барух Спиноза. Англичанин Томас Гоббс, годы жизни 1588-1679, исходил из деистических представлений о мире. Деизм – это такое философское мировоззрение, которое предполагает, что Бог, да, существует. Но Бог сотворил этот мир и отстранился. Для иллюстрации данной идеи обычно приводит такой образ. Часовщик создал часы, механизм, будильник, завел, поставил на стол, а сам ушел в другую комнату. Так что часы сами по себе, часовщик сам по себе. И вот это вот философское учение не только было воспринято Томасом Гоббсом, он был его адептом и выразителем, но и использовано для того, чтобы высказать ряд идей относительно священного писания. Вообще говоря, Томас Гоббс считал, что человечество представляет собой неорганизованную, склонную козлу массу, которую должны сдерживать и формировать надлежащим образом те или иные структуры. И вот в древности такими структурами были структуры религиозные, патриархи, закон Ветхого Завета у Израиля, потом христианская церковь, но, конечно же, к 17 веку уже приходят другие лица, и религия становится менее актуальной с точки зрения Гоббса. Так вот, сдерживающим и организующим началом религия была, потому что это было произволение людей. Ибо если мы являемся деистами, то для нас Бог не вмешивается в человеческую историю, Бог где-то в другом месте, он отстранен, он не считает нужным как-то влиять на жизнь людей. И вот эту вот идею Гоббса потом воспримут многие последователи, адепты историко-критического метода. Ну а голландский философ, выходец из еврейской семьи Барух Спиноза, годы жизни 1632-1677, будучи человеком религиозным, разделял пантеистические взгляды, которые заключаются в том, что Бог везде, в материи, в мире и так далее, Бог растворен в мире. И предполагал, что они не противоречат такие взгляды не только Ветхому, но и Новому Завету. Его роль в формировании историко-критического метода заключалась в том, что он подчеркивал важность рацию, разума, так называемый рационалистический подход. Все, о чем говорится в Священном Писании, должно быть объяснимо с точки зрения разума. Отсюда получается, что если мы не можем объяснить, например, какие-то чудеса, то мы их подвергаем сомнению, и подвергаем сомнению тем самым историчность Библии. Барух Спиноза как раз ставил под вопрос, насколько Библия исторична. И вот после этих двух авторов появляется множество работ, которые рассматривают Священное Писание и Ветхого, и Нового Завета не как богодухновенный документ, не как откровение Божие. Ведь если мы деисты, то Бог не может и вмешиваться в человеческую историю, и не может открывать себя. Но рассматриваются и Ветхий Новый Завет как произведение человеческого ума. Ветхий Завет как собрание рассказов, легенд еврейского народа. Ну и Новый Завет как собрание писем апостолов, преданий раннехристианской общины и так далее. В становление историко-критического метода также внесли вклад идеи, высказанные Валетером в годы жизни 1694-1778, который был выразителем скептического направления, а также Иоганном христианом Эдельманом в годы жизни 1698-1767, который продвигал и развивал идею рационалистического прочтения Библии. В результате подобного подхода, исходя из идеи деизма, отвергая богодухновенность священного писания, подвергая сомнению историчность Библии, стали подобного рода исследователи отвергать церковное понимание и авторство библейских книг, как Ветхого, так и Нового Завета. Пятикнижи написал не Моисей, потому что как же он мог бы написать в конце последней главы книги Второзакония о своей собственной смерти. А потом стали говорить о том, что не только не Моисей, но целый ряд авторов участвовали в написании Пятикнижи и так далее. В результате где-то уже в конце 18-19 веках сторонники подобного скептического подхода стали называть свое толкование Библии научным, а отвергая церковное толкование, всячески пытались представить его как ошибочное. И вот, наконец, завершается формирование историко-критического метода. Во второй половине 19 века к уже перечисленным выше априорным предпосылкам, а именно к деизму, отвержению богодухновенности священного писания, добавляются еще другие идеи. Две идеи. Первая – идея эволюции, которая тогда усматривалась, начиная с середины 19 века, в разных процессах, не только в биологических процессах, но усматривали также идею эволюции и в общественной жизни. Предполагали, что все народы начинают свой путь от примитивных форм жизни и постепенно совершенствуются. Но а в религиозном отношении, что такое примитивное религиозное сознание? Это политеизм, многобожие. И вот адепты историко-критического метода стали считать, что поскольку бог не может избрать еврейский народ, ведь бог отстранен от своего творения по собственной воле, дейстическое учение, то еврейский народ изначально такой же, как и все остальные народы, а именно в начале своей истории еврейский народ – это язычник-политеист, поклоняющийся многим разным богам. Вторая идея, которая окончательно сформировала историко-критический метод – это гегелевская диалектика. Во второй половине 19 века, особенно в Германии, она была очень популярна, и, соответственно, старались усматривать в разных процессах три этапа гегелевской диалектики. Тезис – некое явление, антитезис – когда это явление отрицает первое, и, наконец, синтез – третье явление, которое выбирает в себя первое и второе, но на новом уровне. И вот историко-критический метод, впитав в себя последнюю идею гегелевской диалектики, представлен был в сфере Ветхого Завета теории графа Бельгаузена, а в сфере Нового Завета – так называемой Тюбингенской или Бауровской теории. Об этих двух теориях необходимо сказать, потому что они до сих пор имеют вхождение очень часто в модифицированном виде в западной библистике. Но эти теории есть не что иное, как истриасовские схемы. Они не следуют из текста Ветхого или Нового Завета. Они следуют из тех априорных предпосылок, которых придерживаются исследователи, адепты историко-критического метода. Получается, что вначале идет теоретическая часть, а потом она применяется по отношению к библейскому тексту. Те из вас, кто родился в СССР, как и ваш покорный слуга, наверное, смотрели советский фильм о Шерлоке Холмсе, в главной роли был Василий Ливанов. Помните, там, когда шли начальные титры, то был такой интересный художественный прием. Показывали множество букв, а потом накладывали некий трафарет на эти буквы, так что часть текста была закрыта, а оставались только буковки, которые показывали, кто в ролях, кто режиссер, кто художник и так далее. И, по сути дела, историко-критический метод является вот этим трафаретом, который накладывается на текст священного писания, как Ветхого, так и Нового Завета. И получается какой-то необычный результат, отличный от церковного понимания содержания библейского текста. Что же это за истриасовские схемы? Теория графа Вильгаузена. Для того, чтобы выделить три этапа в истории еврейского народа, в истории Ветхого Завета, создатели этой теории в качестве водораздела брали следующее событие. Они исходили из того, что для народа очень важна государственность. Помните вот эту вот идею Томаса Гоббса о необходимости формировать и сдерживать народ? Поэтому тезис – это период жизни еврейского народа до создания им государства, то есть до Давида и Соломона. А когда государство создано, это антитезис, второй период. И, наконец, после того, как государство было разрушено, пало во время Вавилонского нашествия, после падения Иерусалима в 586 году до Родства Христова, наступает третий этап – синтез. Это уже персидский и эллинистический период, и римский период. Но что же взять в качестве критерия в духовной жизни евреев в эти три периода? Были выбраны следующие два критерия. Первый критерий – вероучение, второй критерий – культ. Получается, что в первый период – тезис, период судей, говоря с точки зрения библейской истории, евреи, как не отличавшиеся от других народов, были и по вероучению многобожники, и по культу политеисты, поклонялись разным богам в разных местах. Когда создается единое крепкое еврейское государство, то чтобы все слушали новые законы, необходимо ввести учение о едином боге, ибо когда один бог – больше авторитет для законов. И поэтому во второй период учения о боге, как о едином, но продолжаются, с точки зрения адептов этой гипотезы, продолжаются поклонения языческим богам в разных местах. Ну и, наконец, когда произошло крушение вот такой государственности, то на реках Вавилонских еврейские мудрецы сказали, государство наше разрушено именно потому, что мы не ввели единый культ, чтобы был только один храм. И вот там, на реках Вавилонских, дописываются те законы, которые касаются Скинии и храма, фальсифицируется история, якобы существовала некая Скиния, якобы существовал храм Соломонов, для того, чтобы после возвращения из плена евреи могли построить храм. Итого, третий период – учение о едином боге и поклонение ему в единственном месте – в храме в Иерусалиме. Как только данная историософская схема была приложена к тексту Священного Писания, то все тексты, где говорится о Скинии, о храме Соломоновом, были объявлены как тексты поздние, которые были написаны в VI веке Древнества Христова или даже, может быть, и позже. Там, где говорится о едином боге, все эти тексты приписывались II периоду. А там, где были упоминания об уклонении евреев во многобожие, эти тексты датировались очень ранним периодом, I периодом. И, конечно же, когда вот такая схема, исходящая из ложных для христианина мировоззренческих предпосылок, накладывается на текст Священного Писания Ветхого Завета, то очень часто появляются и ложные выводы. Например, в Скинии не было, храма Соломонова не было. Чуть позже мы увидим, что наши русские исследователи никогда до революции не принимали подобной историасовской схемы. В области Нового Завета подобную схему в конце XIX века предложил Фердинанд Христиан Бауэр, который был главой Тюбенгенской школы. Как же там выделяется первый, второй и третий этап? Тезис – это иерусалимская община во главе с апостолом Петром. А основной богословский критерий – кто такой Иисус? И вот с точки зрения адептов данного метода иерусалимская община исповедовала Иисуса Христом, Мессией, но только как человека. Второй этап – антитезис. Появление апостола Павла. И вот для того, чтобы объяснить его деятельность, предлагалось обратить внимание на то, что апостол Павел сам о себе говорит «дано мне жало в плоть». Эти слова апостола интерпретировались как определенного рода помешательства. То, что когда он идет в Дамаск и видит какой-то свет, ну это у него галлюцинации на религиозной почве. Он решает для себя, что якобы Иисус – это некое ангельское существо, Сын Божий. Поэтому он не возвращается в Иерусалим. Там же ведь апостол Петр и его последователи исповедуют Иисуса просто как человека, не как Бога. А он идет, апостол Павел, к язычникам для того, чтобы проповедовать Иисуса именно как Бога. В результате на протяжении долгого времени, нескольких десятилетий, существует конфликт между последователями апостола Петра, которых называют «петринисты», движение петринизмом и последовательным Павла, то есть паулизмом. Но такое противостояние не может продолжаться всегда, поэтому наступает третий этап в лице Иоанна Богослова в конце первого века, который объединяет первое и второе учение, говорит, Иисус есть и Бог, и человек, то есть Бога-человек. Надо сказать, что данная схема претерпела изменения уже в XX веке, в начале нашего столетия. Благодаря деятельности такого исследователя, как Роберт Эйзенман, который занимался изучением кумранских рукописей, Иерусалимская община мыслится как церковная община, во главе которой стоит апостол Иоаков. Однако уже этап синтеза отсутствует. Противостояние между Павлом и Иоаковом завершается победой апостола Павла с точки зрения адептов этой модификации. И подобного рода исследователи говорят, ну вот первоначальная, истинная, настоящая церковь Петра исчезла, осталась только церковь Павла, и мы даже не знаем, каково же было учение вот той самой первоначальной церкви. Конечно же, подобного рода истриасовские схемы нашли достаточно быстрое и мощное аргументированное противодействие со стороны русских академических дореволюционных исследователей. Дореволюция у нас было принято название «отрицательная библейская критика» для подобного рода схем. Одним из первых, кто выступил против этих популярных тогда западных новшеств, толкований, был ректор Московской духовной академии епископ Михаил Лузин годы жизни 1830-1887. Именно епископ Михаил у нас в русской среде заявил, что мы называем наше толкование тоже научным, потому что мы его основываем на фактах и на определенной логике. Кроме него выступили в сфере Ветхого и Нового Завета соответственно Павел Александрович Юнгеров года жизни 1856-1925, и наш профессор Санкт-Петербургской духовной академии Николай Никонольевич Глубаковский 1863-1937. Причем деятельность Глубаковского как раз была направлена на разрушение Бауэровской схемы. Его докторская работа «Благовестие святого апостола Павла по происхождению и существу» показывала, что содержание вести апостола Павла не отличается от содержания вести апостола Петра или евангелистов. Другие наши исследователи также противодействовали таким вот скептическим схемам. Хотелось бы процитировать Глубаковского, как он и его современники относились к этим скептическим идеям. «Протестантская экзегетика писал Глубаковский исходит из ложного и одностороннего начала, поэтому ее метод и выводы не в малейшей степени не могут быть для нас обязательны. Эти ученые, говоря словами апостола Иоанна, вышли от нас, но не были наши, и труды их имеют значение лишь постольку, поскольку помогают достижению нашей цели. Мы никогда не поймем друг друга, и при самых добрых и миролюбивых намерениях будем говорить об одном и том же иными языками, потому что точки отправления у нас не совпадают и совпадать не могут, так как они лежат в различных плоскостях. Отвергая протестантские экзегетические принципы, мы будем устраняться и от систематической полемики. О чем говорит Николай Никонорович в последней фразе? Что значит устраняться от систематической полемики? А речь идет о следующем. Да, мы пользуемся западной литературой, и собственно дореволюционные ученые тоже обильно и активно ее использовали, но мы вычленяем факты, мы вычленяем точные сведения, а если идет уже интерпретация в рамках скептического метода, мы такую интерпретацию отодвигаем. То есть мы не будем спорить по каждому утверждению. Для нас достаточно указать, что априорные предпосылки наши и скептических исследователей не совпадают. И там, где речь идет о фактологии, о каких-то исследованиях в области филологии, истории, археологии, мы этим пользуемся, мы это привлекаем. Но там, где речь идет о влиянии историосовских схем на богословский вывод, мы это категорически отвергаем. В конце имеет смысл сказать несколько слов о другом скептическом методе, который называется поиск исторического Иисуса. Этот метод отталкивается от того, что в евангельской истории нужно убрать те элементы, которые нельзя объяснить рациональным путем. Прежде всего, чудесный элемент. Поэтому исчезают ангелы, исчезают волхвы, исчезают пастыри, потому что не может быть чудо, и остаются только Иосиф и Мария. Ну и, конечно, не может быть непорочного зачатия, поэтому Иисус рождается у Марии это Иосифа и так далее. Метод, который является бесплодным для нас церковных исследователей и верующих православной церкви. Поэтому, несмотря на то, что он уже пережил несколько этапов, несмотря на то, что о нем говорят на Западе, нам он не может дать абсолютно ничего. Да, мы как специалистов, духовных академиях, богословских институтах в той или иной степени знакомимся с деятельностью ученых, которые работают в русле данного метода. Но, к сожалению, практически ничего из их деятельности мы для себя извлечь не можем. Поэтому для нас, православных и церковных людей, представляет ценность не метод, как историасовская схема, а представляют ценность сопутствующие факторы в работе западных ученых, когда они что-то открывают, что-то извлекают важное, точное и значимое. Это, конечно, мы используем и усваиваем и стараемся в наших исследованиях всячески активно это задействовать, потому что, как говорит Сенека, все, что истинно, это мое. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. субтитры субтитры Продолжение следует...